Расколотая гора или Монтания Спаката на итальянском, безусловно, одно из самых запоминающихся мест в Италии, в городке Гаета, на берегу Туренского моря, в 140 километрах от Рима, около двух с половиной часов езды на машине. Это место посещает каждый год огромное количество туристов. В одном месте вы можете увидеть святилище Святой Троицы, Расколотую гору и пещеру Турка. Все они взаимосвязаны историей и происхождением этого места, абсолютно божественного. Святилище или храм Святой Троицы, который вы видите перед собой, был построен в XI веке, известно на протяжении всей истории, потому что здесь молились многочисленные послы, в том числе Пи IX, а также государи, епископы и святые, очень знаменитые в Италии, это Игнацио Дилойоло и Сан Филиппо Нери. Грод Турка, куда мы сейчас направляемся, и Расколотая гора, которую вы увидите позже, это две огромные расщелины в северной части горы Орландо. По легенде, гора раскололась в момент распятия Христа, а точнее его смерти на кресте. В этот миг в разных частях земли содрогнулись горы и треснули скалы. Гора Орландо в городке Гаета – одно из таких мест. Цитирую слова Евангелия от Матфея. «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы разверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святый град и явились многим». Гора Орландо оказалась разделенной на три части глубокими трещинами. Одна из них начинается прямо на поверхности моря, и ее отвесные скалы почти смыкаются высоко над головой, оставляя лишь узкий просвет. Со стороны моря грот полностью открыт. Говорят, что в его глубине когда-то прятались турецкие разбойники, совершая внезапные атаки на проходящие мимо торговые суда. Отсюда грот и получил свое название. Сверху к воде ведут 300 ступеней. К сожалению, выход к воде в этот день был закрыт из-за камнепада, и нам пришлось любоваться этим гротом, этим замечательным местом сверху, как, в принципе, и всем остальным туристам, которых было огромное количество, любовавшимися этим замечательным местом. Обязательно посетите это место, оно никого не оставляет равнодушным. Кстати, было очень много русскоязычных, которые были в восторге от этого места. Справа от храма Святой Троицы, проходя старинную арку, направляемся к следующей достопримечательности этого места – Расколотой горе. Вы видите направление, вход абсолютно бесплатный, работает с 9 до 17.45 каждый день, кроме понедельника. Вот вы видите расписание. Вдоль стен расщепленной скалы есть несколько майоликовых панелей с остановками крестного пути Господа нашего Иисуса Христа, которые датируются 1849 годом. Вы знаете, что остановок было 14 у Иисуса Христа, и я вам напомню, какие они были. То есть, первое – Господа Иисуса Христа осуждают на смерть. Второе – Иисус берет крест на свои плечи. Третье – Иисус падает в первый раз. Четвертое – Иисус встречает свою мать по пути на Голгофу. Пятое – Симон Кириньянин помогает Христу нести крест. Шестая – Святая Вероника отирает лицо Господу Иисусу Христу. Седьмая – Иисус падает второй раз. Восьмая – Иисус Христос утешает плачущих женщин. Девятый – Иисус падает третий раз. Десятое – Иисуса Христа обнажают. Одиннадцатое – Иисуса Христа прибивают ко кресту. Двенадцатое – Иисус умирает на кресте. Тринадцатое – Иисуса снимают с креста. И четырнадцатое – погребение Иисуса Христа. Святилище Святой Троицы было основано в 930 году отцами-бенедиктинцами на руинах виллы известного римского полководца. Религиозный орден поддерживал святилище около 10 веков до 1788 года. После периода заброшенности францисканские монахи вступили во владение до 1903 года. И с 1926-го святилищем управлял миссионеры, управляли Папского института иностранных миссий. Дальше находится часовня святого Филиппа Нерри. В конце крестного пути мы попадаем на лестницу из 35 ступеней, вот вы ее перед собой видите, которая ведет прямо к самой интересной и глубокой трещине – центральной, той, которая, согласно легенде, была расколота во время распятия и смерти Иисуса Христа. Землетрясение, поразившее Иерусалим в момент последнего выдоха Христа, как будто отразилось именно здесь, расколов целую гору. Здесь есть табличка, на которой находится следующая цитата из Евангелия от Матфея. Иисус испустил дух, земля задрожала, и скалы разверзлись. В этой щели справа можно найти отпечаток в скале руки, так называемую руку турка. Также с двух сторон есть очень много рукотворных крестиков, которые создали монахи. Отпечаток руки турецкого пирата, чья рука погрузилась в скалу, провозглашая свое неверие в христианство. Вот вы видите, мой муж сейчас попробовал на это место поставить руку. Легенда гласит, что один из турецких пиратов, прятавшихся в этих ущельях, узнав о происхождении этого места, связанного с распятием Христа, не поверил этому. Однако в тот же день, прислонившись к одной из стен, чтобы спуститься в бухту, его рука погрузилась в твердую скалу, которая чудесным образом стала пластичной, благодаря божественному вмешательству и за его неверие. Рядом находится каменная ложа святого Филиппа Нери, где он спал, вот вы видите перед собой сейчас, практически на голых скалах, и молился. Вот написано «Лето де Сан Филиппо». Вот оно, это самые простые скалы и ничего больше. Вы представляете, спать всю жизнь вот таким образом. В 1434 году землетрясение вызвало падение валуна, и он застрял в одном из скалистых ущельей горы, на которой была воздвигнута часовня, откуда открывается захватывающий дух. Мы ещё подыбимся, и вы увидите её. Вид, который открывает море и чудесную скалу, высотой около 150 метров. К сожалению, часовня была закрыта из-за реставрации, поэтому мы внутрь попасть не смогли. Легенда гласит, что любой с верой, с молитвой, кто положит свою руку в отпечаток руки турка, помолится о себе, о своих близких, и попросит что-либо сокровенное, Господь обязательно поможет. Под отпечатком руки турка также есть латинское двустише, которое гласит, «Неверующий отказывался верить в то, что рассказывает предание. Это доказывает эта размягшая скала». С левой стороны на шикарную террасу с красивым видом ведёт лестница, которую вы видите сейчас в расщелину, в ту самую расщелину, которая произошла во время землетрясения при распятии Иисуса Христа, и которая прошла практически через всю гору. Это место уникально. Место паломничества и притяжения туристов. Очень красиво, очень необычное место. Расколотая гора в Гаете ежегодно привлекает тысячи посетителей. Легендарная пещера, светилище с видом на море, и рука, высеченная в скале, делают этот уголок городка Гаета абсолютно волшебным местом. Обязательно посетите это место. Оно вас приятно удивит.